МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То, что в Самарской области проживает множество различных по языку вероисповеданию и культурным традициям народов, известно всем. Однако отнюдь не каждый представляет, насколько богат и разнообразен национальный состав нашей губернии. Самара – мини-модель России. Здесь проживают 80% русских, на втором месте – татары, затем Мар-2, Чуваши и другие народы. Весь набор национальностей, которые входят в десятку крупных наций. Самарский край интересен в том числе и с точки зрения межнациональных отношений. Государственная политика в этой сфере имеет исключительно большое значение. От нее зависит не только сохранение и развитие самих национальных культур, но и мирное существование десятков и сотен народов в рамках единого региона и государства. Суть концепции государственной и национальной политики заключается в согласовании интересов государства по сплочению населения и интересов населения по консолидации собственных усилий в рамках сохранения языка, культуры, национальных традиций. Основы работы администрации городского округа Самара с национально-культурными общественными объединениями зиждятся на концепции государственной и национальной политики, суть которой в объединении интересов государства по сплочению нации и интересов простых людей. От того, как будут уживаться между собой представители различных национальностей, зависит мир и благополучие в регионе, да и в стране в целом. Господдержка в этой сфере является неотъемлемой частью государственной и национальной политики. Она представляет собой совокупность организационно-управленческих, финансово-экономических и нормативно-правовых мероприятий. В городском округе Самара создан и реализуется план по исполнению стратегии государственной и национальной политики, рассчитанной на период до 2025 года. В рамках этого документа администрации городского округа Самара предпринимаются усилия по консолидации городского сообщества в сфере сохранения межнациональных отношений, снижения уровня этноконтактной конфликтности и, самое главное, объединения людей разных национальностей для решения актуальных вопросов, которые ставят перед нами наша современная жизнь. Государственная поддержка направлена на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России. предусматривает оказание национальным общественным объединениям не только финансовой, но и организационной, консультационной, правовой помощи. И для эффективного решения этих задач в регионе созданы советы и комиссии при самых различных ведомствах. Действительно, ситуация в городском округе Самара у нас является стабильной, именно потому, что у нас, как мне представляется, налажены взаимодействия с каждым национально-культурным центром, с каждой национальностью. Ведь важнее всего это установить коммуникацию, когда с каждым вопросом можно прийти в администрацию города, когда можно решить любой вопрос для того, чтобы продолжалась та деятельность, которую ведут наши национально-культурные центры. Ведь многие из них существуют уже более 20 лет. Сегодня в Самарской области зарегистрировано 131 национально-общественное объединение. Многие из них получают регулярную методическую, информационную и организационную поддержку, а также бесплатные офисные помещения, залы для проведения массовых мероприятий, национальные общественные объединения. При поддержке администрации городского округа Самара каждый год проводят более 200 мероприятий различного статуса. От муниципальных до всероссийских и международных. Последние годы эти праздники собирают огромные аудитории, вызывая большой интерес среди молодежи и подрастающего поколения. Сейчас мы пришли к такому выводу и занимаемся этим, что мы готовим все материалы и работаем с детьми, со студентами на тему семья в традициях народа. Потому что это важнейшая тема. Объясняем нашим студентам, детям, что выходят на мировую арену, на первые места экономики стран, где сочетается индустриальное развитие. Но у нас люди живут на основах народной культуры. Это Индия, это Япония, это Китай. И объясняем, какое значение имеет культура вообще. Национальные и межнациональные праздники и другие мероприятия становятся зримым воплощением согласия народов, проживающих на территории нашего региона. В 2019 году в них приняло участие более 250 тысяч человек. Тематика проводимых мероприятий самая разнообразная. Это экскурсии для школьников и студентов, детские творческие конкурсы, круглые столы, межнациональные праздники и фестивали. В нашей области делается очень много для укрепления дружбы между народами и развития национальных культур. В связи с этим издаются газеты, журналы, книги, идут радио и телепередачи. Как пример, создание цикла телевизионных фильмов «Самара» многонациональное о народах, проживающих на территории города Самара, их языке и культурных традиций. В настоящий момент силами телеканала «Самара ГИС» и национально-культурных центров нашего города снято 12 телевизионных фильмов. Наша деятельность не стоит на месте. Каждый год появляются новые формы, новые методы, появляются новые мероприятия. Но основные концепты, базовые концепты, о которых говорил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, остаются прежними. На основе традиционных ценностей наших народов, на основе нашей общей истории, когда весь народ нашей страны объединялся для решения важных задач, на этих примерах мы учим нашу молодежь, мы воспитываем ее в духе патриотизма. И поэтому неудивительно, что в городском округе Самара проходит большое количество мероприятий патриотической направленности. В городском округе Самара национальные и культурные объединения являются активным сектором гражданского общества, взаимодействуют с муниципалитетом на основе взаимного доверия и партнерства, являются равноправными партнерами городских властей в реализации стратегии государственной и национальной политики. Национально-культурные объединения – активные участники обсуждения всех ключевых вопросов, которые связаны с развитием городов и поселков, регионов в целом. Тем более, что площадки для такого конструктивного разговора созданы. Дорогие друзья, мы все вместе! Одна большая страна – Россия! Департаментом общественных и внешних связей аппарата администрации городского округа Самара ведется активная работа по формированию у детей и юношества гражданской идентичности, воспитания культуры, межнационального общения. Как развитие данного направления интересен формат военно-патриотической игры мероприятия патриотической направленности «Все мы, Россия, вместе мы, сила», которая проводится шестой год подряд не только в школах городского округа Самара, но и на базе 105-й миротворческой бригады совместно со станичным казачьим обществом «Станица Вольная». На учеников средних классов направлен формат мероприятия «Единство народов. Сила России», проводимого на протяжении шести лет общественной организацией «Региональный центр немецкой культуры «Надежда». На базе Самарской государственной филармонии ежегодно проходит масштабное торжественное мероприятие «Организована региональная общественная организация «Армянская община», направленная на консолидацию не только армянских национально-культурных центров нашего города, но и соседних регионов. Мероприятие принимает участие свыше 900 человек. В весенне-летний период в парках и скверах Самары национально-культурными центрами проводятся мероприятия для жителей нашего города. «Традиционные национальные праздники не забыты городской администрацией и осуществляется планомерная поддержка таких праздников. Это и праздники, которые проходят у нас в парках городского округа Самары для того, чтобы привлечь наибольшее количество населения, для того, чтобы каждый житель нашего города мог прийти и окунуться в атмосферу национального торжества». В сквере имени Высоцкого на протяжении шести лет проводится Чувашский национальный праздник Акатуй, организаторами которого являются областные и городские Чувашские национально-культурные общественные объединения. В нашем городе проходят и традиционные праздники, ставшие поистине многонациональными. Ярким примером такого мероприятия является межнациональный праздник Карагатуй, организованный общественной организацией Курлтай Конгресс Башкир города Самары. В нем принимают участие свыше 200 человек. Отличается своей масштабностью областной татарский праздник Сабантуй. В этом году он прошел во всероссийском формате в селе Камышла Самарской области. В Сабантуй приняли участие более 20 тысяч человек из 24 субъектов страны. Самарская область выбрана для проведения 10-го юбилейного всероссийского сельского Сабантуя не случайно. В нашем регионе татары являются вторым по численности этносом и играют заметную роль в жизни губернии. Я очень рад, что сегодня мы здесь, в этот знаменательный день. День, когда на Камышлинской земле проходит всероссийский сельский Сабантуй. Когда мы встречаем наших догорогих гостей из разных регионов нашей великой родины. Здесь встречаем ратушно и гостеприимно. В Сруковском саду каждый год проходит областной башкирский национальный праздник ЕИН-2019, посвященный столетию образования Республики Башкортостан. Мы участвуем на межнациональных мероприятиях, где мы показываем культуру башкирского народа. Танцы, они ведь отличаются от других народов. Шестой год подряд проводится самобытный общероссийский праздник «Яблочный спас», на творческих площадках которого показывают свое творчество жителям нашего города, коллективы национально-культурных центров. Также отличается своя массовостью праздничное мероприятие, посвященное Дню народов и национальных культур Самарского края, в котором задействованы практически все национальные культурные объединения нашего города. В мероприятии ежегодно участвуют более пяти тысяч человек. Ну, разные приветствия здесь. Херликен! Отлично! В нашем городе проходит ставший уже традиционным фестиваль областной детский-юношеский фестиваль конкурс татарской культуры Мирас. Сегодня в этот замечательный день, когда здесь в зале столько молодых лиц, столько ребят, которые направили свою энергию, свои силы на сохранение традиций, на постижение культуры татарского народа. Сегодня здесь позвольте выполнить приятное поручение главы городского округа Самара Елены Владимировны Лапушкиной и зачитать приветственный адрес. Дорогие друзья, позвольте поприветствовать вас от имени всех жителей городского округа Самара и от себя лично на первом международном детско-юношеском и взрослом фестивале конкурса татарской культуры Мирас. Большая концертная программа, цель которой познакомить зрителей с творческими достижениями широкого диапазона детских коллективов, была организована при поддержке администрации городского округа Самара. Дом культуры Заря в полной мере является современным культурным досуговым центром, центром притяжения и развития культуры. Имея значительный творческий потенциал, Дом культуры Заря не только сохраняет, но и приумножает культурные традиции города Самара и Самарской губернии. Сегодня мы проводим городское межнациональное мероприятие «Хлеб всему голова», посвященный Всемирному дню хлеба. Сегодня здесь, на сцене ДК Заря, присутствуют коллективы национальных центров и средних школ нашего города. Четвертая гимназия, школа Ектылык, лицей созвездия представляют свои творческие коллективы. Также здесь мы видим коллективы армянской организации НАИРИ, осетинского центра и башкирского. Сегодня на сцене ребята покажут, что только совместно, в дружбе, зная традицию друг друга, мы можем оставаться тем народом многонациональной Самары, которым и являемся. Только совместными усилиями мы можем развивать традиции национальной культуры. Только через традиции мы можем лучше постигнуть представителей разных народов, проживающих рядом с нами. И сегодня традиции хлеба, печенья хлеба, изделия из хлеба как раз нас объединяют. Не случайно название праздника «Хлеб всему голова». Творческая программа объединила представителей нескольких национальных коллективов. «Хлеб всему голова» «Хлеб всему голова» Как и любой другой народ, армянский народ очень любит хлеб. Почему? Потому что когда семья принимает пищу, они же в этот момент раздают друг дружку энергию, делятся ей. Я думаю, поэтому в армянской семье, так и в любой другой, очень почитается хлеб. И как называть сегодняшнее мероприятие, конечно, в армянской семье тоже хлеб всему голова. В концерте приняли участие исполнители армянского, башкирского танцевальных коллективов, представители грузинской и таджикской воскресных школ, мордовского, осетинского и русского культурных центров, детских ансамблей, еврейской и чувашской национально-культурных автономий, а также танцевальный ансамбль регионального центра немецкой культуры. Значение мероприятий для детей трудно переоценить. Всем известна сентенция о том, что дети – наше будущее. И то, какими они будут, зависит от наших общих усилий. Благодаря плану, созданному в городском округе Самара в рамках исполнения стратегии госнацполитики до 2025 года совместно с Департаментом образования и Департаментом культуры мы проводим это мероприятие. Организация проведения таких народных праздников для школьников направлена на всестороннее и гармоничное развитие ребенка. Изменения, происходящие в нашем обществе, заставляют нас по-новому взглянуть на народные традиции, праздники. А именно важно поддержать свою национальную культуру, сконцентрировать в себе характер народа, воспитывать достойную личность, которая сможет развивать и сохранять народные традиции. Совместными усилиями мы воспитываем наших детей в духе добрососедства, в духе взаимопонимания. Ведь сегодня ребята разных национальностей, ребята из разных школ, ребята, представляющих разные культуры. Здесь, в рамках этого мероприятия, могут продемонстрировать свои умения, свои навыки, свое творчество таким же детям, как они. Подружиться, укрепить те связи, которые с детства могут пройти через всю их жизнь. Традиционно осенью подводятся итоги собранного урожая. И, конечно, тех дел и мероприятий, которые прошли в течение года совместно с городской администрацией и национально-культурными центрами. Тема и содержание концерта способствует росту взаимопонимания и взаимоуважения между представителями разных национальностей. Сегодня мы собираемся вместе с тем, чтобы совместно обсудить наши результаты, результаты нашей деятельности по сохранению языка, традиций, культуры. Руководителям детских коллективов были вручены благодарственные письма. Отметив их многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию и деятельное участие в общественной жизни города. Профессионализм коллективов, которые принимают участие в наших мероприятиях, неуклонно растет. И именно формат сегодняшнего мероприятия, когда мы объединяем на одной сцене коллектива национально-культурных центров, которые добились очень значимых результатов, и коллективы школьные, как раз и дает нам тот симбиоз, который позволит нам повысить уровень и одних, и других. Нельзя сказать, что чье-то мастерство выше. Они просто разные. Воспитываясь в несколько разных условиях, проводя мероприятия в несколько различных направленностях, изначально, теперь, объединившись вместе в рамках одного мероприятия, на одной сцене, они перенимают навыки друг друга. Они не только знакомятся, они не только завязывают дружеские отношения, но и растут профессионально. Музыка. 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 Изучение традиций и обычаев предков через культуру ведет к сохранению народных традиций и приобщению к ним детей. Ведь культурный опыт интенсивно осваивается на таких вот праздниках. Они знакомят детей с народными традициями, обрядами, фольклором разных народностей. А благоприятные и комфортные условия для общения созданы. В первую очередь городская администрация работает с некоммерческими организациями, которые проводят социально ориентированные мероприятия. В рамках этих социально ориентированных мероприятий мы можем поддерживать как? То есть поддерживать организационно, методически и финансово коллективы как национально-культурных центров, которые созданы при этих объединениях, так и коллективы, которые привлекаются на мероприятия. Так в рамках сегодняшнего нашего праздника «Хлеб всему голова» мы имеем возможность привлечь школьные коллективы и оплатить труд наставников этих коллективов, которые подготовили номера именно для этого праздника, с тем, чтобы лучше представить культуру разных народов. Создают у детей радостное настроение, вызывают положительный эмоциональный подъем, формируют праздничную культуру. Рассказы о традициях праздника, его организации, гостевом этикете. Ну а подготовка вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству. Именно на основе интереса формируют их моральные и нравственные качества, художественный вкус. Наш город, наш регион, он многонациональный. И поэтому очень важно, чтобы все национальности жили в дружбе и согласии. И этим-то наша область и город отличаются. Мы всегда живем в дружбе, в мире. Мы общаемся с детьми, со школами. Несмотря на то, что у нас с углубленным изучением татарского языка и культуры, мы открыты, мы сами ходим в гости в другие школы, в другие учреждения, общаемся с другими национальностями. Также и к нам наши двери открыты. К нам всегда приходят гости разных национальностей. Это и Башкиры, и Чуваши, и Мар-2, и все-все-все. Волга – удивительная река, приютившая на своих берегах людей разных национальностей, вероисповеданий и традиций. Самая длинная река в Европе по праву может считаться символом многонациональной страны. Вдвойне отрадно, что люди, живущие на ее берегах, продолжают сохранять и чтить традиции, живут в мире и вместе отмечают значимые события. Так ежегодный межнациональный концерт «Нам Волга-матушка на всех одна» вновь собрал друзей со всей Самары. «Нам Волга-матушка на всех одна» проводится в нашем городе уже в четвертый раз. Мероприятия носят ярко выраженный объединяющий характер. Ведь Волга, река, на которой мы живем, на которой стоит наш город, объединяет в себе большое количество людей разных наций, людей, которые несут разную культуру, людей, чья жизнь, чья культура, чьи судьбы переплетены на протяжении многих веков. И неудивительно, ведь мы живем в одной стране, мы живем в одном многонациональном городе. И мероприятие «Нам Волга-матушка на всех одна» как раз и подчеркивает, что наше единство, единство нашего городского сообщества крепко. Концерт состоялся при поддержке администрации городского округа Самара, общественной организации Самарской области, региональный центр немецкой культуры «Надежда» и общественной организации немецкой национально-культурной автономии города Самары. Это праздник действительно народов, населяющих Поволжье. Это для нас очень, конечно, знаменательный день, потому что мы все вместе, конечно. И не первый раз у нас проходят мероприятия совместно с другими национальностями. И мы видим опять молодое поколение, как они прекрасно танцуют. Вот просто восторг у меня, когда я сейчас смотрела, сидела, мне прям слезы набегали на глазах. То есть, конечно, без детей, без подростков мы ничто, да? Это наше будущее. Развитие дружеских межнациональных отношений, сохранение национально-культурных традиций – вот те главные задачи, которые уже не первый год ставят перед собой организаторы. И, нужно сказать, с успехом их осуществляют. Немецкий национально-культурный центр «Надежда» собирает людей неравнодушных. Людей, для которых не пустой звук – культура народов, проживающих на берегах Великой Реки. Это мероприятие имеет ярко выраженный, консолидирующий характер, объединяющий представителей всех наций, которые проживают в нашем городе. И сегодня, в этот замечательный день, позвольте выполнить приятные поручения главы городского округа Самара Елены Владимировны Бабушкиной и зачитать приветственный адрес. Дорогие друзья, сердечно приветствую вас и выражаю искреннюю благодарность за организацию в нашем городе межнационального мероприятия «Нам Волга-Матушка на всех одна». В программе литературно-музыкального мероприятия «Нам Волга-Матушка на всех одна» выступление национально-творческих коллективов немецкого, башкирского, мордовского, белорусского, грузинского национально-культурных центров, а также учащихся детских школ искусств Самары. Мероприятие изначально задумывалось как межнациональное. И здесь, сегодня на сцене, уже традиционно присутствуют как творческие коллективы национально-культурных центров, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Самара, так и центров детского творчества, детских музыкальных школ. Таким образом, ребята, которые этнически не являются представителями какого-то одного народа, изучают культуру других народов, постигают их тем самым, получают творческое развитие и, может быть, даже вдохновение для своей дальнейшей работы. Поистине яркие и запоминающиеся выступления творческих коллективов и солистов не оставили равнодушными ни одного зрителя. Бурные овации сопровождали практически каждый выход артистов на сцену. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова